Термобелье, продукты питания, детские рисунки с добрыми пожеланиями. Это и многое другое вошло в состав гуманитарной помощи, которая отправилась в 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, расположенную в Курской области. Организатором сбора выступило волонтерское движение 9-я рота. Руководитель движения Наталья Щербакова рассказывает, что они не только регулярно отправляют помощь в зону боевых действий, но и также навещают солдат в госпиталях. Слово «любовь» – это очень многое значит, потому что в этом слове – любовь к матери, любовь к ребенку, любовь к семье, любовь к родине, любовь к солдату. И вот я сразу же подумала, почему-то, как только началось, что нужно собирать и собирать именно для этих ребят, которые нуждаются в любви, в ласке, в добре. Я счастлива, потому что я получила от этой любви, от ребят, которыми я посылаю счастье. Сбор гуманитарной помощи проходил с 8 по 18 ноября. В нем приняли участие как волонтерское движение 9-я рота, так и движение «Своих не бросаем». Они привезли окопные свечи, специально изготовленные для участников спецоперации. Мы своих нигде не бросаем, ни в Толунина, ни на фронте. Надежный тыл, мальчикам очень нужен. Также в сборе гуманитарной помощи приняли участие 102-я школа, благотворительный фонд «Олимпия», депутаты городской и губернской думы и активные жители промышленного района. Я бываю там, среди бойцов в окопе, смотришь в глаза и всем хочется домой. Спасибо вот этим девчонкам, что нам помогает. Спасибо самарцам, Самарской области, что не оставляют нас без помощи. Победа будет за нами. Мы вот прибыли с передовой за гуманитарной помощью, собранной волонтерами города Самары. Мы там на передовой ощущаем то, что мы не брошены, что за нами народ, страна переживает, и мы не подведем. Более ста коробок гуманитарной помощи уже 23 ноября будут доставлены участникам специальной военной операции. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События.